Девушки отдыхают Кулинарными талантами. Яблоки с медом и орехами, яблоки в кляре, пирожки с яблочным повидлом. Несколько вариаций классической шарлотки и не только. Здесь просто пирожки с яблоком, здесь булочки, но дополнение яблочное варенье. Здесь корица, здесь с апельсином, с лимоном и просто яблоки. Вы скажите, всю ночь сегодня пекли? Ну почти, почти, чтобы успеть к сегодняшнему празднику. Это все, что в одной духовке вы успели? Да, конечно. Яблочные лакомства разлетаются в буквальном смысле, как горячие пирожки. Я пирожки люблю, но печь не судьба. Правильно, зачем печь? Можно прийти и попробовать. Да, да. Бисквитные у них очень с яблоками, нежные. Я такие же делаю. Вот, и все. И пирожки с яблоками маленькие, тоже очень нежные. И слоенки с яблоками вкусные. А для тех, кто десертом предпочитает первое блюдо – ботвинья. Традиционное русское угощение. В освежающий свекольный суп на основе кваса кладут все, чем богат огород. Свекольную ботву, щавель, укроп, петрушку и даже крапиву. Я сегодня вот редиску положила. Вот огурец с редиской хорошо. А можно вместо редиски картошечку? Холодный суп. Его даже со льдом едят, между прочим, да. Подкрепились, пора развлекаться. Как и полагается, всякому деревенскому празднику не обошлось без народных забав. На первый взгляд фланкировка выглядит так, будто махнуть шашкой несложно. Казаки уверяют, чтобы обезглавить бутылку, достаточно желания. Бутылка заколдована. Судя по всему, мне все-таки что-то недоговаривают. Это оказалось не так-то просто. Впрочем, на празднике в Лунево есть масса других развлечений. Например, выступление верхом на лошадях. Полное погружение в исконно русскую культуру, богатую традициями и обычаями. По словам депутата Государственной Думы Ирины Рыдниной, все мы так или иначе связаны с деревней. Кто-то сам вырос в глубинке, а у кого-то там жили бабушки и дедушки. Потому праздник так отзывается в душах всех его гостей. Вот наши традиции. И неважно, ты живешь в городе или в городском округе, они сохраняются. Все люди, которые живут на земле, должны любить свою историю, свою землю и свои традиции. Луневцы традиции чтут. Ко дню деревень готовятся за несколько месяцев до праздника. В этом году он проходит под эгидой фестиваля казачьей культуры военного патриотического направления «Яблочный спас». Каждый год это традиционно проходит у нас очень весело, с теплотой, все жители принимают активное участие. В соответствии с православными традициями в праздник «Яблочного спаса» не обошлось безмолебно. Осветили яблоки и другие дары природы. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.